итак мануальной манипуляции с шеей лежа когда человек лежит лицом вверх да значит будем отдельно рассматривать верхние позвонки средние нижние шейные позвонки до до этого мы уже растянули предыдущем ролике до мышцы временные с упором в живот и с вытяжением дробь на шее тракционное движение может для этого до этого делали размяли его подготовили общем да теперь протестировали по остистым отросткам сначала зажимаем их с двух сторон пальчиками вот так вот да и каждый остистый отросток проверяем на подвижность на поворотливость на какой-то блок на ротацию но нам надо понимать позвонок в трехмер на проекцию до теста вниз пошли а боковые в бок да вот эти вот три точки нам надо понимать для себя соответственно берем за боковые которые мы говорим да вот составит отросток у за этой мышцей проходим и прямо за ним вот туда углубляемся в тело вот там будет у атланта боковой отросток у атланта нет астистого здесь мы никогда не почувствуем только боковой боковой отросток от садаши досады на вращение на кивание на наклоны почувствовали где как выпирает где-то больше где-то меньше если там повернут да то с одной стороны его отросток будет очень чувствительный другой будет выпирать сейчас выпирать не больно там да но рядом с ним можно ошибиться потому что прям под ним вот буквально там вот три миллиметра запускаюсь вот второй позвонок тот не болезнь вот второй полу конкретно торчит да и смотрим на что он больше торчит на ротацию нас будем вращать а скорее со стороны надо именно вращать и все остальные 3 4 смотрим пятый шестой моделизм вот теперь что мы делаем у того у кого у человека все расслаблено да можно вообще одним движением вот такие вот вот таким вот уклоном у нас исправляется атлант понимаете да вот его затылок а он стоит перпендикулярно позвоночнику да и по оси позвоночника мы его закручиваем вот а движение одно вот одно движение раз и мы все позвонки одновременно поставили это у кого легко получается у кого не получается или какой-то отдельный нам отдел нужно до позвоночника тогда мы делаем то же самое движение только уже с упором 1 рука является рычагом вот у нас за своим подлечением за его височную кость делать вот такое движение раскачиваем что было расслабление здесь вот это косточкой уперлись в боковой отросток седьмого либо шестого шейного позвонка и это будет наш упор вот это делать манипуляции рука только сонный артерий не передавливать большой палец просто отставьте ищем когда он расслаблен после этого одновременно двумя руками раз уже было да теперь примерно 34 позвонок да тут больше на наклон доворачиваем голову упор вот так вот теперь был так теперь вот так боковой отростки да теперь наклон можно так уже сделать да но там тоже по сути наклон только боковой с флексией вот тоже вставили да теперь второй позвонок да но я покажу со стороны потому что здесь упирается тогда мы берем во второй позвонок упираемся вот так и упор в плечо еще был на растяжение среди компрессии это рукой мы уже делаем первым смотришь понимали отличие вот наклон до 2 прям был вот наклон 3 приема вытягиваем вот туда вот назад вытягиваем со скручиваем за за основание черепка вот тянем вторым вот это рукой пирать на боковой отросток второго позвонка и в шею или плечо и одновременно движение вот туда на вытяжение получается ведь если не получилось да можно попробовать сюда же нужны в третье позвонка во второй направить свой палец указательный вот это да и вот это делаем наклон именно в сторону немножко щекунда потому что мы не хватает ротации когда добавляем ротацию уже не в боковой отросток целимся а в остистый вот сюда упираемся то же самое косточкой то есть вот перевестили руку вот туда в ассистый отросток делаем ротацию максимальную вот да и в ту же сторону в которой он повернут в ту же сторону мы поворачиваем голову понимаете вот у многих ошибка на первую другую сторону голову нет ни другую в ту же таким образом мы своим пальцем его разворачиваем в противоположную сторону да а челюстью вместе с черепом атлант который над ним находится мы чуть оттягиваем и доставляем туда дальше доворачиваем дальше то есть это во второй второй да поэтому когда состыкуются обратно атлант с аксисом да они переразовалась обратно он встанет уже на место развернулись латера флексия в бог да и шатали шатали человека здесь получается у нас желательно вот этим предпечен делать качание в его височную кость вот так а это руку мягко довернули чуть-чуть голода не получилось с этой стороны да тогда будем делать на экстензию кстати назад разгибали назад делись и ко мне попросим что подвинулся еще 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 чтобы плечи были в районе составом еще еще двигаться все теперь делаем экстензию вот голова немножко отвисает да не требуешь так нельзя делать на самом деле если аккуратненько удалось то можно уперли свастист отросток довернули до конца до предела до напоминаешься расставаться и повернули в сторону не хватило только больше дома делаем что он двигается какая-то внутри страх есть раз довернули видишь обратно если так 2 это был 2 какому также на танцы и делаем ротация до атлант лучше ставить он там тоже может повернуться дано лучше строить этот позе атлант такой так вот расслабились то есть мы делали а второй вот так вот так я уже на него акценты не делаю ни на боковой ни на задний отросток тем более заднем не туда там просто на расслабление вот ищем эту точку чтобы шея как бы качалась на одной точечке понимаете вы когда это найдете только тогда прям делается до этого не делаете до этого мы только ищем ищем еще раз можно размять там да еще раз декомпрессию сделать тракционное движение вот это вот второй стоп 2 этот уперлась будет насти статус 2 и конкретно его до этого поворачиваешь а этот вот в атлант уже получается можно его не держать чисто за череп только черепа если другой стороны вот так да вот так да он сейчас напряжённо это значит дополнительного есть тебя сейчас мы все работаем на практике если вы настолько смотрите тоже для вы смотрите потому что по видео не повторяйте если много нюансов работе тем более при работе с и шеи это очень тонкий нежный нежная часть нашего тела очень мобильная поэтому она чаще всего страдает поэтому делаю всегда аккуратно и в конце обязательно подойдем отлежаться до после таких правок и в общем то лучше не повторяйте приходите к нам нужно занятия олег алфгуден вас всем научит друзья ставьте лайки и не забудьте подписаться нажмите на колокольчик